На улицах американского города Фергюсон пылают пожары. Сотни демонстрантов громят магазины и машины и вступают в столкновение с полицейскими. Слышны выстрелы. Народный гнев вызвал новость о решении жюри присяжных не предъявлять обвинения белому полицейскому, который в августе этого года застрелил безоружного чернокожего подростка. Тогда этот случай стал поводом для выплеска давно копившегося межрасового напряжения и спровоцировал масштабные протесты и беспорядки в городе, где большинство населения чернокожие, в то время как местные власти представлены белыми. Сегодня в Фергюсоне вновь усилены меры безопасности. Над городом запретили полёты. Президент Барак Обама обратился к местным жителям с призывом сохранять спокойствие. Однако вслед за жителями Фергюсона демонстранты вышли на улицы и в других городах. Сотни протестующих собрались в Вашингтоне у Белого дома. Похожие стихийные выступления начались в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. «Это более чем тревожно, — говорит жительница Нью-Йорка. — Это ранит и деморализует нас, заставляя думать о том, из чего сделана та страна, где ты вырос, и есть ли тебе здесь место. Смешно, что они даже не предъявили обвинения, — говорит другая. Он мог бы быть признан виновным или невиновным, если бы было справедливое судебное разбирательство. Хотя, конечно, есть достаточно доказательств, чтобы преследовать его по закону». Полицейский Даррен Уилсон выстрелил 18-летнего Майкла Брауна 12 раз. Его адвокат утверждает, что он следовал должностным инструкциям и действовал в рамках закона. Жюри, состоявшее из девяти белых и трех чернокожих присяжных, не нашло оснований для предъявления Уилсону обвинений. Семья убитого не согласна с таким решением и призывает к ненасильственному протесту.